Малая Академия Наук представляет Всем привет! С вами Школьное телевидение Так незаметно прилетело полгода Получебного года, что, я не знаю, уже скоро совсем сдавать экзамены, а как-то быстро Я вот выбрала для себя сдавать физику и английский К ним я готовлюсь, но все равно хоть слишком быстро Я хочу поступать в Академию авиации, желательно в Санкт-Петербург Но посмотрим, как-то у меня получится А у вас какие планы? Я планирую поступить после 9 класса в колледж железнодорожный И поэтому отношусь к ОГЭ очень ответственно А почему ты решил уходить после 9-го? Ну, там очень много плюсов Я их перечислять не буду, это будет уже какой-то пиар Ну и просто, чтобы не сдавать английский Чтобы не сдавать и грепанский Проблема с английским? Ну так, да А ты же английский завязываешь, я тут создаю английский И хочу за границей, может, работать Кем? Ну, я не знаю, кем главное за границей Да Почему, почему у тебя всегда не за границу? Ну, я могу за границу, там хорошенько все Ну, опыта набраться, потом сюда вернуться И сюда вернуться, и все А нельзя, наоборот, здесь опыта набраться, в том же границу Нет, просто тут горят же возможности, молодые И в России, в принципе А в Америке дают специальности, там, предлагают хорошие условия Потом всех этих русских умных все завлекают И они там остаются, и это, и американцами становятся А я туда, в Америке, там, они меня научатся, и потом вернусь в Россию И попытаюсь что-нибудь сделать для Родины Вот это я понимаю, патриот В нашей передаче вы увидите Может ли боевое искусство быть красивым? В рубрике «Кто на новенького?» Рубрика «Срез мнений» расскажет, что такое коррупция Это и многое другое вы узнаете в нашем выпуске Здравствуйте, с вами информационный выпуск «Новости новости» Сегодня в студии Александра Бразовская И Артур Смирнов Радиостанция «Бурят-ФМ» вещает на бурятском языке уже три года В этом году радио заговорило детскими голосами Как школьники становятся радиоведущими и какими новостями делятся со своими слушателями Узнаем в сюжете Дарида Ржеевой Весной в Малой Академии Наук начались первые занятия по радиожурналистике Секретами радио начала делиться радиоведущая Бурят-ФМ Лариса Андреевна Хабусова Но прежде чем узнать все секреты, ее ученики прошли кастинг Я их проверяю именно знания бурятского языка Как они могут говорить, как они умеют говорить, как они поют, слушают, как они рассказывают У них должна быть обязательно хорошая дикция Эти преимущества дают возможность детям сразу перейти к практическим занятиям Они выходят в радиоэфир в формате передачи «Эдир.Репортер» Мы рассказываем в своих передачах о школьных новостях, о своих новостях, куда мы ездили, что делали И, конечно же, как помочь сохранить наш родной язык Новости города, которые приготовили школьники, можно прослушать на радио Бурят-ФМ Ежедневно с 10 до 12 часов дня Слушайте Бурятское радио, изучайте бурятский язык Дарита Ржеева, Баир Батуев, Школьное телевидение Бурятский хореографический колледж сожигает маленькие звездочки балета Каждый год ученики с трепетом готовятся к своим первым партиям В этом году балет «Тщетная предосторожность» уже украсил сцену оперного театра Что осталось за кулисами, увидела Сандра Будковская Буквально через два часа хореографический колледж выступит на сцене В балете «Тщетная предосторожность» Давайте посмотрим, как проходит у них подготовка Расскажите, пожалуйста, с чего вы начинаете, какие основы для грима вы используете? Ну, во-первых, для грима мы используем профессиональные краски Они так и называются, театральный грим Потому что именно он способен удерживать свет, который падает с различных софитов на лицо актера Если не наносить грим, то достаточно лицо выглядит плоским со зрительного зала Я исполняю партию «Колена» «Колена» — главный герой, который влюбился в Лизу Я надеюсь, это будет не одним дублем все это выложено О, ты поправляешь свой костюм, покажи, пожалуйста, его, расскажи, Женю Вот этот костюм Марселины Это так женский персонаж, но традиционно его исполняют мужчины Сама по себе эта партия не очень сложная, но требует актерской игры очень сильной Девочки, привет! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, какую партию вы играете? Сама? Ну, мы втроем играем партию детей-саботьеров Втроем? Втроем это с кем? Ну, на ранты Я, Лариса и Вика А Нина у нас... Я исполняю главную партию солиста-саботьера А я заметила, у тебя такие уги, и, по-моему, у тебя... Что это? Это разогревочная обувь для того, чтобы стопы были мягкими и чтобы не повредить их на сцене Пойдемте найдем главную героиню Я смотрю, ты здесь растягиваешься Расскажи, пожалуйста, как ты добилась такой растяжки? Ну, я учусь уже восьмой год И нас ежедневно растягивают учителя Также мы сами в свободное время растягиваем мышцы Это уже как... обязательно Расскажи, пожалуйста, как сложился твой путь к такой роли? Ну, мне очень нравилась эта партия Так как начинала я с самого малого, с саботьер Это было четыре года назад Вот, я ее потихоньку учила И потом нам сказали, что будет этот спектакль И учительница сказала, что я буду исполнять главную партию Дети впервые сегодня выйдут на сцену Увидят со сцены зрителя, зрительный зал Это очень волнительно И более того, что им действительно вручаются эти ученические билеты Как билет в балет В балете тщетная предосторожность задействована более 60 учащихся и студентов хореографического колледжа На сцену выходят, конечно же, лучшие Кто уже успел выучить, вжиться, справляется с поставленными задачами На самом деле, выход на сцену – это огромная ответственность, огромный труд Это самообладание должно быть В чем-то даже храбрость Потому что очень сложно, когда на тебя смотрят большое количество зрителей Вот мы и узнали закулисную жизнь юных артистов Давайте пожелаем им удачи ни пуха ни пера Сандра Бутковская, Баир Батуев, Школьное телевидение Экологические проблемы стали волновать и взрослых, и детей Горожане стараются разделять мусор, очищают берег Байкала и сдают батарейки в пункты приема Вопросы экологического воспитания поднимают и в школах У детей появилась возможность пользоваться ресурсами сетевой мультимедийной библиотеки Которая называется «Эко-школа» Что это за библиотека и как ею пользоваться – в сюжете Ольги Степановой Школа номер 26 стала победителем грантового проекта Сетевая мультимедийная библиотека «Эко-школа» во внеурочной деятельности обучающихся На данный момент в мультимедийной библиотеке представлены материалы, накопленные школой за последние пять лет В сетевую базу размещены программы, направленные на экологическое воспитание и природоохранную деятельность не только педагогов, но и школьников Это различные акции, тематические десанты и, конечно же, исследовательские проекты Мы хотим поделиться нашим опытом Мы хотим показать, как будем в перспективе работать по этому проекту И поскольку у нас называется сетевая мультимедийная библиотека У нас есть много партнеров сети, которые также будут нам помогать размещать свою информацию Для того, чтобы могли пользоваться все наши дети и родители этими ресурсами Ну а как правильно пользоваться интернет-порталом, обсудили на региональном форуме сетевая мультимедийная библиотека «Эко-школа» Открытый доступ позволит любому ученику найти нужную информацию Мы будем общаться именно с материалами библиотеки Мы планируем проводить совместные онлайн-занятия Которые также будут, я думаю, что интересно и 26-й школе, и нашим педагогам, детям В рамках реализации проекта прошла семейная акция «Сбережем елочку, зеленую иголочку» А также организаторы форума провели сетевой урок «Экологические проблемы Байкальского региона» На сегодняшний день решать проблемы Байкала и окружающей среды могут не только взрослые, но и дети В нашей школе экология, можно сказать, на первом месте у нас проводится очень много акций Ну вот, к примеру, акция по сбору макулатуры Мы собираем макулатуру Вот, к примеру, из одной тонны макулатуры, переработанной, мы можем спасти 10 деревьев Ежегодно учащиеся школы вносят огромный вклад в экологию нашей республики И сейчас с помощью данного медиаресурса школьники смогут получать качественную и проверенную информацию для своих исследовательских проектов За два дня регионального форума партнеры поделились своими экологическими проектами и наметили планы на будущее Ольга Степанова, Баир Батуев, Школьное телевидение Будьте в курсе всех событий Смотрите новости-новости У нас все серьезно Сейчас очень много появилось видов спорта И иногда бывает сложно выбрать, каким из них заниматься Вот я, например, очень люблю шахматы, так как это мозг развивает И плавнее А вы что любите? В детстве, в первом классе, я начинала ходить на гимнастику Но так как это находилось очень далеко от дома и родители работали Мне пришлось бросить, потому что меня просто было некому возить Потом я занималась плаванием два года Но на плавание я ходила просто, чтобы научиться плавать И никаких особо спортивных целей я себе не ставила Очень сильно я люблю биатлон Я каждую зиму сажусь за телевизор И каждый вечер, когда идет гонка, я болею за наших Очень хорошо занимаетесь биатлоном, да? Я не занимаюсь биатлоном, я просто смотрю биатлон А заниматься нет И я очень жалею, что я когда-то не пошла и не выбрала спортивный путь, потому что в спорте так круто Я особо спортом не занимаюсь Так, два месяца ходил на плавание, месяц на баскетбол Ну, кстати, баскетбол мне понравился больше, чем плавание Вот Биатлон я тоже смотрю Все время смотрю Футбол Вот Ну, а так Больше по компьютерным играм Есть ли какие-то странные виды спорта, которые создают, как будто от нечего делать? Киев Там, например, это шах-бокс, когда надо боксерскими перчатками играть в шахматы Ну, вот зачем? Я сейчас не понимаю, зачем их создают Это просто не хватает фантазий, мало уже существующих видов спорта или что? Ну, спорт, он же должен развивать человека И, наверное, когда их совмещают Разрушают стереотипы, да? И, наверное, когда их совмещают, там, шахматы и бокс Тогда, получается, развивается и духовное, и физическое И мозговое 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 Самбо вмешало в себя самые разные виды единоборств И сегодня моя первая тренировка Здравствуйте, Алексей Здравствуйте, Николай Сегодня мы проведем начальную тренировку для тебя Наша задача – научить тебя сначала падать, кувыркаться, какую-то гимнастику, чтобы не выставлял руки И постепенно мы сегодня начнем тренировочку в изучении бросков И, думаю, сегодня еще и побросаешь у нас Все, друг за другом Ножки прихватываем, не забываем На задний мост перешли Это сложно Я устал Именно до болевого ощущения Болевой не опасный Он просто давление на мышцы создает Ломать здесь нечего Так, ну здесь хорошая конкуренция идет Смотри, никто не сдается Все, закончили Сейчас уходы от болевых Это мы прихватываем голову и руку То есть все, нижняя нога у нас впереди Верхняя назад уходит Все, прижали с него Прижимаемся Для чего? Чтобы он меня ногой своей не скинул Показываешь То есть чтобы он меня не скинул То есть я прижимаюсь к нему Голову тоже отключаю Чтобы он не встал на мост Вставай на мост То есть я отключаю ее В подмышечку лучше забери Главное, чтобы он эту руку не вытащил Понял? Все, готовы? В принципе Сюда тоже есть такой элемент Удержание, позиция сверху То есть он меня обхватывает Я его обхватываю Отсюда моя задача Также его удержать Его задача уйти Время Все, уходит Ушел, да? Чтобы он не ушел Я также контролирую руками Понятно, да? Можно ногами его распиреть Начали Уходим, уходим оттуда Ногами не лежим 10 секунд В эту же позицию ложитесь В которой были Саша ногу уже забрал Все, хорошо Сейчас подними и будет удержание Прижмись, Коля, к нему И пойдет удержание Вот, ручки сорви Прижмись к нему Попробуй, вот, болевой на ногу Который сейчас отрабатывали Сразу же сесть Я устала после партера У меня потемнело в глазах А что такое самбо? Самбо Это самооборона без оружия Это было разработано Еще в советское время Дата основания самбо 1938 год А какие самбо В себя вмешивают Единоборство? Основой самбо Это, конечно, дзюдо То есть, их раньше называли Даже два братья-близнеца То есть, туда входят И национальные виды спорта И вольная борьба То есть, в самбо Очень большой арсенал То есть, ну, я считаю Что самбо Именно по бросковой технике Уже переросло дзюдо В плане разрешенных И запрещенных приемов самбо Больше разрешенных приемов Чем дзюдо А для кого именно Создано сейчас? Сейчас самбо Занимаются, ну, практически все Сейчас у нас вот в республике Проходит такая Всероссийская программа Самбо в школах И республика у нас Очень успешно ее использует То есть, у нас вообще В проекте сейчас В данное время Участвуют 50 школ То есть, 8 школ города То есть, на этот проект Нам 36 ковров уже выделили То есть, мы сейчас Внедряем в школы То есть, наша задача Сейчас вообще В общем, людей Не то, что научиться бороться То есть, хотя бы научиться падать То есть, какую-то акробатику Гимнастику Физические какие-то данные обрести Сегодняшняя эта минировка Прошла для меня очень трудно Я вспотел Но, знаете, ребята Самбо – это круто А я пошел на шахматы Ребят, а вот Как часто вы Подкупаете своих родителей Оценками Или хорошим поведением Может быть, уборкой дома Или чем-нибудь таким Ну, я не называю это Подкупкой Я просто говорю Вот 5 равно 5 рублей 4 – 2 рубля Ну, и вот и все Ни сколько накопил? Я все трачу сразу Я не коплю Ну, это называется Не взятка Ну, то есть, типа Я тебе пятерку А ты мне деньги Это называется награда Если ты, мой сынок Будешь хорошо учиться Я буду тебя Награждать Этими Пятью рублями, например Но у меня такого не было Я просто учился И меня просто Скорбели За него выгодные основы Я учился Меня кормят На самом деле Я пыталась Как-то договориться С папой По этому поводу Но у меня тариф Был чуть выше Но что-то Как-то у меня Не получилось Поэтому Если честно У меня родители На оценки Мне особо подкупить Можно Поэтому В основном Это на уборку дома И на какие-то Дополнительные Обязанности По дому Помочь Тогда Может Они мне Что-нибудь И перепадет Что такое Коррупция В вашем понимании Например Раньше Я давала Списывать Своим Одноклассникам Просто так Однако Помню В прошлом году Мы сдавали По биологии Зачет И я Одна из первых Сдала его Учительнице И она разрешила Принимать его На четверку И тройку И чтобы Некоторые Одноклассники Чтобы получить У меня Хорошую оценку Давали мне Какую-нибудь Шоколадку Или покупали Что-то В столовой А я Ставила им Хорошую оценку Я считаю Что Коррупция Это Когда Берут взятки И то Что Взятками Могут Заниматься Все люди И Например Школьники Например Ты Там Просишь Кормить У тебя Одноклассников За это Ты даешь Им Списать На хорошую Оценку По предмету Который Ты Очень Хорошо Знаешь Коррупция Проявляется Не только Во взятках Но и И в победах В каких-то Олимпиадах В каких-то Конференциях Также В трудоустройстве По знакомым По связям Ну и так далее Коррупция Это когда Берешь взятку И даешь взятку В общепринятом Понимание Коррупция Коррупция Воспринимается Как взятка То есть Это получение Взятки И дача Взятки Когда лицу Передают деньги И он что-то За это В ответ Совершает Должностному лицу Под Кого Коррупции Понимают Злоупотребление Полномочиями Оно всегда Связано Тоже С какой-то Материальной Выгодой Коммерческий Подкуп То есть В сферу Коррупции Вовлекаются Не только Должностные лица Государственных Муниципальных Органов Но и Должностные лица Коммерческих Организаций Как вы думаете Где проявляется Коррупция Коррупция Проявляется Когда поступаешь В учебные Заведения Можешь давать Учителям Взятки Еще кому-нибудь Я встречалась Коррупцией На личном примере На конференции Мальчик выиграл Которого Была Совершенно Слабая Работа То есть Не было Практической Работы Не были Обоснованы Тезисы То есть Совершенно Была слабая Работа Но он Взял Первое Место Я считаю Что это Нечестно И я думаю Что здесь Была Коррупция Ныне В нашей Стране Коррупция Проявляется В том Если Человек Например Совершил Что-то Противозаконное То Если он Влиятельный Человек То он Может Заплатить Взятку Государственным Служащим И тем Самым Уйти От Закона Например Родители Необразованного Ребенка Сделали Там Презентацию Которая Очень Слабая И Они Заплатили Очень Много Денег Чтобы Этот Ребенок Получил Первое Место Коррупция Ее Проявление Возможны В сферах Государственного Муниципального Управления И В сфере Коммерческой Деятельности Коррупция Кстати Это не всегда Преступление Она Возможна В совершении Иных Действий Которые По закону Запрещены К примеру Действуя В интересах Какого-то Своего Близкого Родственника Знакомого Должностное Лицо Может Ходатайствовать Может Способствовать Тому Чтобы Его Какие-то Дела Продвигались Быстрее С ним Заключались Быстрее Договоры Он Имел Возможность Работать И Получать Деньги С ним Быстрее Расплачиваются Либо По Каким-то Контрактам Государственные Муниципальным Сторона Которая Их Исполняет Она Не выполняет В полном Объеме Работы Либо Выполняет Их Некачественно Однако Должностное Лицо Поскольку Заинтересовано В судьбе Исполнителя Он Ему Подписывает Документы О том Что все Работы Выполнены Качественно Хорошо И оплачивает Ему Деньги Вот так Может Проявляться Коррупция Как противодействовать Коррупции Для того Чтобы Искоренить Такое явление Как коррупция Из нашей страны Нужно Во-первых Не давать взятки Не брать взятки Когда Предлагают Или ты знаешь О таком Правонарушении Сообщать Правоохранительные Органы Чтобы они Боролись С данным Фактом Я считаю Что с этим Уже борются Полиция И Всякие Органы Ну и Думаю Что и нам Тоже Не надо Совершать Этих Взяток Ну Коррупции Потому что Это Закончится Очень плохо В государственном Уровне Этим Занимаются Не только Органы Прокуратуры Ну и все Органы Государственной Власти Органы Местного Самоуправления То есть Несколько Уровней Противодействия Коррупции В первую Очередь Это Законодательное Урегулирование Различных Сфер Правоотношений Поскольку Считается Ну и Это абсолютно Правильно Что корень Коррупции В некачественном Законодательстве И Следующее Направление Противодействия Коррупции Это конечно Есть сейчас У всех Органов Интернет Сайты Ведутся Там есть Интернет Приемный Если Ну Как-то Человек Стесняется Робеет Сам лично Прийти Написать заявление Он может Из дома Пользуясь Интернет Приемной Написать заявление Его заявление Обязательно Рассмотрят Проверят И примут Меры Это Как способ Участия Граждан В противодействии Коррупции Ребята Подтягивайте Свои оценки Закрывайте Долги По учебе И начинайте Учить Стишки Которые Будете Рассказывать Дедушке Морозу А главное Будьте Активными Будьте Позитивными Смотрите Нашу Программу На канале Тебеком Каждые Выходные Подписывайтесь На наши Соцсети Инстаграм Вконтакте И Ютуб Всем Пока Субтитры